7 класс 31 серия. Виды треугольников. Если все три угла, треугольники острые, то такой треугольник называется остроугольный. В треугольнике один из углов может быть тупым. В таком случае треугольник называется тупоугольный. А если один из углов прямой, то такой треугольник называется прямоугольный. В прямоугольном треугольнике сторона, которая лежит против прямого угла, называется гипотенуза. Это большая сторона. Две другие катеты. Первая задача. Найдите угол при основании равнобедренного треугольника, если этот угол в 4 раза больше угла противолежащего основанию. Итак, угол при основании равнобедренного треугольника в 4 раза больше. Значит, градусную меру можно обозначить за 4х. А угол, который противолежащий основанию, имеет градусную меру х градусов. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Градусная мера каждого из них – 4 умножить на х. Сумма углов треугольника – 180. Можно составить уравнение и решить это уравнение, найти значение х. Х равен 20 градусам. Это угол, противолежащий основанию. А угол при основании равнобедренного треугольника в 4 раза больше – 80 градусов. Ответ в этой задаче. Вторая задача. Верно ли утверждение биссектриса внешнего угла при основании равнобедренного треугольника перпендикулярно основанию? Давайте рассмотрим равнобедренный треугольник. Внешний угол. Давайте построим. Вот это угол при основании равнобедренного треугольника. Вот это его внешний угол. В сумме они составляют 180 градусов. Если бы биссектриса этого внешнего угла была перпендикулярна основанию, то в таком случае градусная мера внешнего угла должна быть 180. А 180 она никак не может быть, потому что 180 – это сумма двух углов. Угол при основании и еще внешний угол. Значит, утверждение неверно. Третья задача. На боковых сторонах равнобедренного треугольника АВС с основанием АС отложены равные отрезки АМ и НС. БД медиана. Значит, медиана делит основание АС на равные части. То есть отрезок АД равен ДС. Треугольник АВС пересекает отрезок НМ в точке О. Верно ли утверждение? БО – высота треугольника МВН. Значит, сначала надо рассмотреть треугольники АВД, треугольник АВС – это равные треугольники. Они равны, например, по третьему признаку, по трем сторонам, потому что боковые стороны равны. БД – медиана, Б – общая сторона. То есть треугольники равны. В равных треугольниках все соответствующие элементы равны. Значит, БД будет бисектрисой. Теперь можно рассмотреть треугольники МБО – вот этот треугольник – и БОН. Эти треугольники тоже равны. Они равны по первому признаку, потому что БМ – это АВ минус АМ, АВН – это БС минус НС. По условию – это равнобедренный треугольник, и отрезки АМ и НС равны. Значит, БМ и БН равны. Эти треугольники равны. Сторона БО – общая сторона, и углы будут равны. Значит, эти треугольники равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Если они равны, значит, отрезок МО равен отрезку ОН. БО является бисектрисой медианой и высотой равнобедренного треугольника БМН. Значит, утверждение верно. БО является высотой треугольника МБН. Продолжение следует. Продолжение следует...